всех приветствую друзья сегодня консервируем компот из шелковицы и так шелковицу я промываю и раскладываю по банкам на 3 литровую банку примерно кладу литровую банку шелковицы 1 треть банки получается банки я не стерилизую потому что я буду заливать в них кипяток воду на плиту я уже поставила здесь у меня на две банки и здесь 6 литровая кастрюла тоже на две банки друзья две баночки я наполнила вы конечно можете на свое усмотрение насыпать количество в банку можно чуть меньше потому что ягода имеет очень насыщенный цвет можно класть конечно меньше можете класть больше если вы так любите я перемыла всю мою шелковицу у меня получилось на 6 банок ну вот эти вот банки я решила положить сюда поменьше я просто вот уверенно хотела сказать но сейчас проверим думаю что будет он очень темный насыщенный вот этого количества будет достаточно это как бы не черешни все-таки шелковица дают больше цвета поэтому я сюда положила меньше а вы смотрите ну повторюсь идеально или стандартно это вот одна треть банки закладывается ягод крышечки я стерилизую прокипячиваю так воде что у меня закипела и мы сейчас с вами проверим получается вот эти две баночки полнее а вот здесь поменьше я положила как раз у меня на 4 банки и мы сейчас посмотрим насколько будет отличаться достаточно ли будет вот такого количества ягод банки кипяточек заливаем сначала понемножку чтобы баночка прогрелась привыкла к этой температуре чтобы она не лопнула я доливаю до самого верха настолько чтобы вот эта пенка сбежала а вместе с ней если какой-то мусор там остался он тоже убегает это же самое для этого я предусмотрительно ставлю тарелочки под низ чтобы по столешнице не разливалась вода и накрываю крышками и сейчас точно также залью вот эти две банки друзья ну что смотрим вот я вначале не видела а вот сейчас как бы и через камеру кстати лучше видно да вот эти две банки светлее вот просвечивается что-то я думаю этого более чем достаточно ну а здесь ну просто темный темный компот в общем опять таки ориентируйтесь на свой вкус на свои предпочтения как вам больше нравится ну а мы зимой попробуем и такой и такой в кипятке мы держим ягоду 20-30 минут не менее можно больше ну как бы оптимально от 20 минут затем мы будем эту воду сливать и и кипятить сироп крышки кипят у меня друзья пока вот это компотик настаивается я решила сделать ход коню вот те ягодки которые у меня были в банках я рассыпала еще на две банки сегодня собрала вот чуть-чуть красной смородинки и принесли черешин и я сейчас делаю вот такой компот ассора тем понемножку положу красной смородины каждую банку и досыплю в каждую банку черешин и у меня получится шелковично черешина красно-смородиновый компот сейчас рассыплю покажу ну вот так получилось я думаю будет классно шелковичка красная смородинка черешинка отличная сорти у меня вода закипела и я сейчас точно также залью эти четыре баночки эти баночки я залила и настаиваю также 20-30 минут эти банки у меня уже постояли 30 минут и сейчас я буду одевать вот такую крышку и будем сливать пустую кастрюлю снимаем крышку одеваем эту крышку банка конечно же горячая поэтому под страховываемся и аккуратно сливаем воду в кастрюлю и сейчас будем варить сироп танки тоже самое сейчас проделаю со второй банкой с этих двух баночек я слила воду кстати это те что были темнее по цвету а вот эти мне кажется насытились и уже их не отличит ну все равно я их не перепутала и сейчас вот эту слитую с банок воду ставлю на плиту и довожу до кипения друзья и вот к этому количеству которое было в банках воды доливаем еще буквально 50 миллилитров долейте пусть лучше больше будет потому что обычно чуть-чуть не хватает водичка слитая с банок закипела сахар я добавляю по 150 грамм то есть здесь у меня две две банки поэтому я засыпаю 300 грамм сейчас буду перемешивать и пробовать потому что ягоды даже если одну ягоду брать до сегодня шелковица одна завтра другая сегодня пошел дождь она водянистая завтра солнце яркая светит она сладкая поэтому чтобы под свой вкус подобрать и не пересладить ну в общем как вы любите и не до сахарить то лучше попробовать и уже наверняка залить такой сироп который подходит вашему вкусу друзья меня вкус устроил и еще я добавляю вот буквально одну треть чайной ложки лимонной кислоты на каждую банку значит одна и две снова перемешиваю и сейчас полученный сироп будем заливать в наши банки снова довела до кипения снимаю крышки и заливаю точно так же как я заливала первый раз чуть чуть не хватило с доверхом доверхом она все равно чуть чуть уйдет это водичка потому что ягодки в себя впитают так накрываем крышкой сейчас я залью вторую банку и буду закатывать доливаем и закатываем вторую закатываем все переворачиваем на крышку и отправляем под одеяло до полного остывания друзья компот закрыт получилось 4 баночки с шелковицы с чистой и 4 баночки ассорти шелковица черешня ну и небольшое по небольшой жменьке красной смородины цвет конечно потрясающий насыщенный такой очень красивый закатывается недолго если небольшое количество банок зато надежно точно знаете что не взорвет такой компот можно хранить при комнатной температуре заготавливайте компоты с удовольствием всего доброго до новых встреч